Всем привет, добро пожаловать в новое видео, в этот прекрасный солнечный осенний день. Я хотела бы поболтать с вами о косметике, наконец-то! Сегодня будут пустые баночки, если вы чем-то пользовались, то пожалуйста поделитесь с вами, с вами, с нами вашим мнением, а я расскажу вам о том, что мне понравилось, что нет, что возможно меня разочаровало, что-то мне не подошло. Ну в общем сегодня, как всегда, обо всем и небольшая оговорка для тех, кто не в теме. Это все подошло к концу не вчера, не на прошлой неделе, не месяц тому назад. Некоторые средства я начала еще в прошлом году, потом забросила, а потом вернулась, что-то так в напряг шло. Но тем не менее, когда что-то заканчивается, и ты бежишь за этим сразу же в магазин, это уже большой показатель, а что-то я все-таки предпочитаю обходить стороной. Ну что, давайте начнем! В декоративке у меня собралось приличненько, целых два тональных крема, и оба горячо любимые. Первый от бренда Estee Lauder, это какое-то время тому назад обновленный тональный крем под названием Futurist. Я очень много раз его рекомендовала и нахваливала. Это и увлажняющий тональный крем с SPF 45, и при этом он прекрасно перекрывает все недостатки. Он фиксируется, он стойко держится, но он еще придает коже такое красивое, здоровое, ухоженное свечение. Мой зимний оттенок 1W2, но я не могу сказать, что я прям идеально попала, потому что он все-таки слегка желтоватый. У меня их было целых два, настолько сильно он мне нравился, то есть и загорелый на лето, а это был мой зимний оттенок. И все у нас с ним складывалось прекрасно до того момента, как то ли моя кожа изменилась, то ли я поменяла уход. В общем, раньше мне было все равно, чем я его наношу, хоть кистью, хоть спонжем, хоть руками, а потом он начал полосить, как-то пятнить. И я помню, что я даже несколько раз его перенаносила. Я не стану говорить, что что-то не так, скорее всего это с моей кожей был какой-то переломный момент. У меня есть еще второй, более загорелый, я попытаюсь через какое-то время к нему вернуться. Ну а так, этот тон до сих пор в топе всех, которые я когда-либо использовала. Дальше моя грусть и печаль. Это тональный крем от Cheseido Synchro Skin Glow. Если бы я могла пользоваться одним тоном до конца жизни, им мог бы быть этот. Но он у нас больше нигде не продается в стационарных магазинах. У меня был и зимний оттенок, и летний нейтральный, просто, ну знаете, моя кожа только лучше. Нейтральный номер 2 зимой и нейтральный номер 3 летом. Он не ощущается на коже, он и увлажняет, и придает ей свечение. И вот, несмотря на то, что у него нет какой-то сильной плотности покрытия, все равно он моментально освежал внешний вид. И он так хорошо ощущался на коже. Особенно зимой, когда есть какие-то шелушинки, когда ты используешь кислоты, ретинолы. Хочется и поухаживать за кожей, и, конечно же, улучшить ее внешний вид. Ну, это было попадание в яблочко. Я не знаю, почему такое происходит с моими любимыми средствами, но я больше нигде не могу его купить. Пожалуйста, скажите, если можно где-то найти онлайн, я тут же побегу его приобретать. Вот, тени для бровей Анастасия Беверли-Хиллз. Не могу сказать, что они чем-то кардинально отличаются от всех остальных. Но если вы пшеничная блондинка, если у вас теплый подтон кожи и волос, и вы ищете что-то деликатное, чтобы не утяжелить свой образ, да, чтобы брови были такими легкими, естественными, но при этом, чтобы закрасить какие-то пробелы. Блонд это самое то. Но, опять же, в нашей Сифории есть все цвета помимо блонда. Вот тебе, пожалуйста. Это тоже моя вторая упаковка, бесконечная, ее она очень долго хватает. Здесь было два оттенка, один светлее, второй темнее, но я не вижу, чтобы они были, вы знаете, как черное и белое, они очень похожи, их можно миксовать между собой. Я раз с тем, раз с тем пользовалась. Но, в общем, это моя тоже большая-большая любовь. То же самое я могла бы сказать о пудре от бренда Too Faced. То есть, если вы не первый год меня смотрите, то наверняка знаете, что это пудра, которую я всегда использовала для фиксации любого консилера. Мне нравятся увлажняющие кремовые консилеры, не слишком плотные. И эта пудра, с одной стороны, она прозрачная, она такая мелкая, она в упаковке кажется чуть-чуть желтой, но когда я наносила ее на кожу, то она отражала свет не из-за каких-то блесток, скажем, или светоотражающих частичек, которые заметны глазу. Но она за счет своего все-таки цвета и своих свойств, она как будто скрывала дополнительно синячки под глазами, но при этом не перегружала кожу. Она никогда не сушила мне. Ну и для фиксации Т-зоны тонального крема для меня это была пудра, которая являлась беспроигрышным вариантом. Еще ее здесь очень много. Я и бейкинг ее делала. Ну, в общем, и дорожная версия у меня была. Это мой святой, вот знаете, такой косметический продукт был. Потому что я купила третью упаковку, я нигде не видела информации о том, что они изменили формулу, что как-то там она обновилась. Я прям удивилась. Не удивилась, а расстроилась скорее, когда купила третью совсем недавно в Сифоре. Нанесла ее под глаза, и она стала меловой. Она сушит мне область под глазками. Это не сейчас, не в связи с моими проблемами на коже. Это было еще в начале осени, наверное, или в конце лета. Я не понимаю, опять же, что такого. Я достала даже дорожную версию. Наношу все так же хорошо. То есть старую упаковку. Беру новую. Ну, не то пальто, извините за выражение. С одной стороны, очень жаль, но есть и хорошая новость. Я нашла что-то более бюджетное, и покажу это вам в недорогих находках. Вот это прям супер вещь от бренда Pupa. Тоже как-то показывала ее, и на самом деле не так часто, как нужно было. Потому что я использовала до самой посредней капелюшечки. Это и корректор, и консилер. Называется Wonder Cover. Я уже его купила, потому что у меня прошел мой дерматит, но остались какие-то красные пятнышки на лице. И, конечно, хочется дополнительно это скрыть, но есть многие корректоры и консилеры, которые очень сильно видны на лице. Это не мои варианты. Мне нравится что-то кремовое, стойкое, несушащее, и чтоб точно перекрыло. Это вот все в одном. И под глазами он не сушит кожу. Я с перепугу купила еще и мини-версию Tarte Shape Tape. Ну, господи, я не знаю, девочки, как вы им пользуетесь? Хоть много, хоть мало наношу. Каждый раз это какая-то пустыня Сахара. Это такая же плотность покрытия, это такая же гениальная стойкость, но без вот этой скукоженной кожи, как под глазами, так и на лице. Мне идеально подходит оттенок номер два. Я обязательно покажу его в фаворитах года, потому что он у меня был еще с конца прошлого, 2020-го. Но я вам не могу передать, насколько сильно я люблю это средство. Если есть какие-то постакне, если что-то нужно перекрыть, если я катастрофически не выспалась, то вот это спасение. И каждый раз, когда я понимала, что мне недостаточно покрытия тонального крема, где-то что-то просвечивается, где-то какие-то покраснения, хоп-хоп-хоп, и даже под маской он у меня не стирался. Два спонжа для нанесения макияжа. Вот такие грязнульки Beauty Blender и Ibra. Beauty Blender стоит в три раза дороже, и со временем он вот так разрывается, и в принципе он прожорливый тип. А Ibra это недорогой польский бренд, она мегусенькая, она прочная, она просто стала уже такой вот знаете, как бы забитой что ли. Ну то есть я понимаю, что она уже по своим свойствам подгуляла, израсходовалась, несмотря на то, что она еще и целенькая. И форма здесь удобная, и она не так много всего впитывает в себя, поэтому Ibra однозначно присмотритесь. Если у вас этот бренд не представлен, то у Шик вот такие спонжи. Целая охапка туши для ресниц, но все они разные. Первая от бренда Max Factor, это False Lash Effect и у меня Deep Black. Это тушь с немножко необычной щеточкой для меня, потому что она силиконовая, но густая, и она угольно-черная. Это раз я показывала вам ее в нанесении, это было первое впечатление, и оно не изменилось. Со временем она так хорошо прокрашивает ресницы у корней, и потом вот так хорошо их разделяет. Ни с одной другой тушью я не видела так много ресниц, как с вот этой. И они все были очень хорошо прокрашенными. Она легкая, она меньше всего ощущается на ресницах, и она не осыпается, не размазывается. Это тоже подходит для чувствительных глаз, что для меня всегда является актуальной темой. Дуэт для ресниц Everline под названием Variette. Чем хороша база для ресниц? Обе они идут с вот такой упругой щеточкой. Мне нравится, когда она, ну не слишком жесткая, но когда она выгибается, это тоже не очень удобно. Щетка очень хорошо захватывает реснички, вытягивает их, выкладывает так, как вам надо. И это всегда кукольный эффект на глазах. Это очень черные удлиненные ресницы. И не все туши способны держать изгиб. У меня ресницы хоть и длинные, но они не густые, и они тоненькие. То есть мне нужно, чтобы поставила, и чтобы так держалась. Для меня ресницы это вообще такой пунктик, для меня это фишка в макияже. У меня сегодня один слой туши на ресницах, но обычно я наношу два. Я люблю накрасить так накрасить от души. Зачем нам нужна база? Поверх вот этого средства любая тушь выглядит феноменально. И в принципе, когда ты используешь ее, ты потом не особо расходуешь тушь. То есть всего один слой туши, один базы, и у тебя ресницы до небес. Следующая тушь от бренда Maybelline, Sky High знаменитая. Тоже классная тушь, она с мягкой щеточкой. Я как-то привыкла к тому, чтобы они были пожестче. Но она делает красивейшие ресницы. И в принципе, я могу ее только похвалить. Очень хорошо удлиняет их, и я не могла наносить так, как во всех этих тиктоках, видео на ютуб, когда наслаиваешь бесконечно два слоя, это уже получается бомба. И последняя тушь Belor Design Viva Selecta с большой изогнутой силиконовой щеточкой. Вот слушайте, эта тушь недорогая. Если вы любите, так как я часто обновляю туши, но максимум два месяца я пользуюсь ими, то тоже отличный вариант. И она делает реснички очень красиво прокрашенными, она их удлиняет. Черная тушь не осыпается. Кстати, ни одна из вот этих тушей у меня не размазывалась, не отпечатывалась, не комкалась. Вот знаете, красишься в удовольствие. Несколько средств для губ. Давайте сначала миниатюры. От бренда Fenty Beauty. Вот эти их блески, они, конечно, суперские. Называются Gloss Bomb. И мне нравится оттенок Fusty. Я когда-то на Новый год покупала набор из четырех миниатюр, и практически все закончились. Все они одинаково пахнут какими-то фруктовыми леденцами. И самое классное в них то, что они и ухаживают за губами, они ощутимо их напитывают. И при этом выглядят на губах, но так сочно. Делают губы такими аппетитными, сияющими. Вот этот оттенок, к сожалению, не представлен в постоянной линейке. Но фаси я не устану нахваливать. И я эти средства использовала в качестве самостоятельного варианта на губах или же поверх карандаша для губ. Какой-то матовой помады, которая в течение дня их подсушила, накрасил блеск от Fenty, и сразу все и восстановлено, и красиво выглядит, еще и хорошо держится. Это у меня была миниатюра Nars. Сейчас оттенок напишу вам в инфобоксе. Это их тинты для губ. Ну как, это не те тинты, которые застывают и потом фиг смоешь, извините. Это что-то очень приятное, такое гелево-кремовое. Ой, здесь вот еще на один раз, наверное, как-то натекло на спонжик. Оттенок очень красивый, пыльная роза, уместна всегда и везде. Каждой девушке, в принципе, подойдет. Вообще, у Nars очень-очень красивые цвета, и эта штучка еще и долго держится, но это не лаковый бальзам, это и не помада, это вот что-то такое тоже необычное. Но при этом однозначно советую попробовать, потому что на губах смотрится очень красиво. Жидкая матовая помада от бренда Hean. Это польская марка, вот здесь у нее даже награда, их любят очень многие. Мой фирменный стильный оттенок 605, у меня даже где-то есть фотография, обязательно постараюсь ее отыскать. Эта помада пигментированная, она хорошо держится, она не быстро съедается. Если съедается, то равномерно и на губах получается такой градиент. Сильно ее любила и не купила только по той причине, что забыла это сделать. Нужно к ней вернуться. Два средства от бренда Eveline, это их лип максимайзеры, они слегка подпекают губы. И, конечно, этот эффект не держится долго. Но, например, когда я крашусь и наношу для того, чтобы увлажнить губы, я замечаю, что они как будто так слегка раздражаются и становятся ярче и чуточку больше. Но через, там, не знаю, час это проходит, и это не так, чтобы некомфортно. Но это те лип максимайзеры, которые я в первую очередь использовала для увлажнения. Когда-то, не знаю, иду гулять с собакой, надо чем-то накрасить губы, быстренько раз-раз нанесла. Один из них чили, он чуть-чуть такой более яркий и бесцветный, или скорее молочный, с пчелиным ядом. Наверное, уже штуки 4 за все время закончила. Вот как их начали продавать, так и постоянно приобретаю. Карандаш для бровей от бренда Pupa 001. Сначала мне показалось, что это классический тауповый, и он для меня будет темноватым. Но нет, он хорошо подстраивается даже под мой такой нетипичный оттенок бровей. Хорошо держится, хорошо прокрашивается. Второй стороны щеточка, такой тонкий стержень. Очень просто классный, качественный карандаш, чуть не сказала, для губ. Не для губ, а для бровей. Но для губ у пупы тоже мои любимые карандаши. Плавно переходим в уход. Сыворотка для ресниц. У меня свои ресницы длинные, от природы, от родителей. Но когда-то на фоне стресса у меня сильно выпали реснички, я буквально не могла их накрасить. И я в отчаянии открыла Xlash. Мне ее прислали в прошлом году точно. Не помню когда, но я начала ее использовать где-то осенью. И я знала, что она негормональная, что ей безопасно пользоваться. И в принципе не ожидала от нее чего-то сверхъестественного. И вы знаете, когда ты чем-то пользуешься, и это не явный эффект там изо дня в день. Но спустя где-то две недели ты начинаешь замечать, что у тебя более блестящие ресницы, что они более крепкие. Потом проходит месяц, и ты видишь, что они такие изогнутые. Что они как бы становятся плотнее и даже чуточку темнее. При этом у тебя не раздражается кожа, ну то есть веки, глаза. И я наносила ее как подводку. Здесь удобная вот такая кисточка. Ее она очень долго хватает. И ты не постоянно вот каждый вечер ее используешь, а потом переходишь на один раз в неделю для того, чтобы поддерживать результат. Я даже делала как-то на нее более подробный обзор, наверное, в фаворитах года я показывала. И вы знаете, к хорошему ты быстро привыкаешь. И у тебя замыливается глаз, и тебе кажется, что у меня же в принципе такие ресницы, как бы, ну не знаю, можно и отказаться. И потом я заметила, что твои реснички обновляются, и остается несколько вот этих после сыворотки. Но они вот по качеству, твои ресницы, все равно другие. Они плотнее, они более изогнутые, так как я говорила. И потом я пересматривала свои старые ролики с весны, с зимы. И я думаю, боже, мои ресницы могут быть еще лучше. И я хотела ее заказать, но, к сожалению, не было доставки из-за границы в Польшу. И я потом забросила эту тему. Но я думаю, что нужно к ней вернуться, потому что это максимальный уровень ваших естественных ресниц. Поэтому, если вы ищете что-то негормональное, то присмотритесь к Кикслэш, она точно работает. Хотя вам может показаться, что, ну, на гормональных они там лучше отрастают, но при этом можно угробить свои ресницы. И вообще это некомфортно, покраснение, оно вам не надо. Это та сыворотка, которую я не боюсь использовать. И это не реклама, я ее точно куплю. Мицеллярная вода от Белленды. Это у меня версия для сухой и чувствительной кожи. Нормальная мицеллярная вода. Супербольшой объем, недорогая. Не могу сказать, что она как-то сильно отличается от других. Где-то на 4 с плюсом, потому что есть другие мицеллярные воды, которые работают быстрее. Но при использовании нескольких ватных дисков и вот этой мицеллярки очень хорошо убирается весь макияж. И она в самом деле не сушит кожу. В этом году я не так много пользовалась разными гидрофильными бальзамами, гидрофильными маслами. И вот сейчас тоже потихоньку к ним возвращаюсь. Это мои старые запасы. Бренд Banila & Co. Вот эта розовая хорошо убирает макияж. Классическое, стандартное, работающее гидрофильное масло. И надолго хватает. Вот это, это корейский бренд. Он чуточку подороже, но здесь гидрофильное масло совершенно другое. Оно, с одной стороны, такое более как жирное, но не поймите меня неправильно. Оно хорошо удаляет макияж. Оно не оставляет пленку. Но оно еще, не хочется говорить, увлажняет кожу. Но как минимум ее не пересушивает. Для меня вот это гидрофильное масло по абсолютно оправданной цене. Потому что оно на уровень лучше вот этого, например, и еще других. Оно не такое сорбетообразное, как Banila & Co. Но мне оно очень сильно нравилось. Вот если у вас сухая кожа, если вы хотите купить что-то подороже, ну, чтобы точно хорошо, то это вот такой вариант. Два очищающего геля от бренда CeraVe. Я не знаю, как им это удается, но у меня такое ощущение, что все, что они создают, как будто сделано под меня. Я просто выбираю какую-то версию очищающего геля, которая мне необходима в определенный период. Все. Все хорошо работает. Все всегда предсказуемо хорошо. Самый часто покупаемый гель, потому что он универсальный. И плюс мой муж им пользуется, и он смывает косметику. Утром могу использовать, и в каком бы состоянии ни была моя кожа, я всегда могу на него рассчитывать. Это очищающий гель для нормальной и жирной кожи. Он пенится, но ни один из них не пересушивает мне кожу. Если нужно, что вот самый деликатный, особенно на зиму, у них есть не пенящийся гель, который я еще как-то давно начала нахваливать. И не поверите, уже прошло, наверное, лет пять, и я не могу найти ему аналога. Они превосходно удаляют макияж, какие-то остатки косметики после ночи. Поэтому вот если вы еще не попробовали, то пусть это будет тот самый толчок, когда вы отправитесь в аптеку или закажете онлайн. Это самое разумное соотношение цены, качества, объема, на как долго вам хватит. Вы просто удивитесь. Вот это мне подходит тогда, когда у меня есть какие-то высыпания, когда хочется чуточку сильнее очистить кожу. И сейчас я еще купила их масло, я уже им пользуюсь. Оно идет для лица и для тела, как и все остальные средства. И снова я не промахнулась. Я вам говорю, что я, наверное, могла бы до конца жизни использовать только очищающие средства ЦРВ. Ой, по этому средству я очень сильно скучаю. SkinCeuticals. Я видела, что не так давно был официальный запуск в России, но я начала пользоваться вот этой эссенцией гораздо раньше. Очень удобный формат нанесения. Это такая мелкая дымка. Ну, к сожалению, уже ничего не пшикается прям совсем. Это линейка FITO Corrective. И у меня также была их сыворотка. Я могу сказать, что эта эссенция, которая подействует, напоминает даже не просто тоник, а как сыворотку, очень легкую. Это что-то эффективно увлажняет кожу, моментально убирает какие-то раздражения, покраснения. Кожа с этим средством гораздо быстрее восстанавливается. Легенькая, быстро впитывается. Ее не нужно много. Это все не разливается. Ты наносишь непосредственно на лицо, при этом не прикасаешься к нему. Если у тебя чувствительная кожа, то вы знаете, что тут дотронулся, у тебя сразу все красное. С этим средством все максимально гигиенично, очень деликатно. Но больше всего я любила его за эффект. За то, что я могла выбрать полегче крем после вот этой эссенции. Сейчас, когда становится холодно, кожа начинает капризничать, потому что включаются батареи. Если вы чувствуете, что у вас кожа стала склонной к покраснениям, если вам не хватает увлажнения, если вам нужно восстановить ваш защитный барьер, то присмотритесь. Если вы хотите, ищите что-то из качественного ухода и хотите вложиться, скажем так, в качество кожи, то к вот этой эссенции возьмите еще и сыворотку, тоже зелененькую SkinCeuticals, Fetocorrective. Я уверена, что вы не разочаруетесь. Не так давно рассказывала вам о сыворотке F-Aklar от бренда La Roche-Posay. Это сыворотка, которую можно использовать по-разному. Здесь салициловая кислота и гликолевая. Я ее наношу тогда, когда есть прыщ, например, локально. Когда у меня больше высыпаний, то могу и на большой участок намазать. Это сыворотка, которая очень хорошо подлечивает какие-то несовершенства на коже. И когда есть пост-акне, я продолжаю ее мазать для того, чтобы все это не перешло в пигментное пятно. И эта сыворотка не выжигает мне кожу, но она очень хорошо все как-то гасит, что назревает, подлечивает. И когда я пользуюсь какими-то другими средствами, то гораздо больше красные пятна, то есть пост-акне. После нее как-то все гораздо быстрее проходит, заживает и на очень долго хватило. Даже когда у меня был суперограничен багаж, мы куда-то ехали, я все равно на всякий случай везде брала ее с собой. Очень люблю Эфоклар линейку для проблемной кожи. И сейчас вот эта сыворотка, это мой тоже такой святой грааль в уходе на всякий случай. Даже если нет прыщей, пусть она у меня всегда будет. Поэтому стоит новый флакончик, потому что когда что-то назревает, то я знаю, что мне есть чем с этим бороться. Раньше я частенько покупала вот этот подсушивающий лосьон от прыщей. Он тоже на основе кислот и цинка, насколько я помню. Holy Land линейка Double Action. Я приобретала этот бренд у своего косметолога. И в целом это неплохо работает, но они есть цветные. Слишком темный оттенок для меня, все равно это заметно. Или же вот этот белый. Но так как он за разу рассыпается каждый раз, я хоть там и взбалтываю как-то. Ну, короче, это очень неудобно. Видите, с него до сих пор все сыпется. И как-то он быстро расходуется у меня. И, в принципе, по эффекту мне больше нравится, как работает сыворотка от La Roche-Posay. Поэтому больше возвращаться к этому лосьону не буду. О, боже, как это выглядит. Ну, ладно, есть как есть. Все это средства от бренда Виши. Я на них конкретно подсела уже два года. Постоянно приобретаю в аптеке. Вот еще, когда берешь большую упаковку, у нас часто минус 20%. Шампунь, который всегда есть в моем уходе, это вот такой Деркос. Я недавно вам о нем рассказывала. Не стану повторяться. Если у вас перхоть, если у вас зуд, то вам по этому адресу. Вы знаете, у меня были все версии. Это для чувствительной кожи. Есть еще для нормальной и жирной. И вот эти две отлично работают. Есть еще для сухих волос. Но так как волосы у меня не сухие, то я даю предпочтение этим. Это не просто шампунь, который убирает перхоть, потом перестаешь им пользоваться, перхоть возвращается. Нет. Это шампунь, который работает над микрофлорой вашей кожи. Когда этот шампунь на нашей коже все, так скажем, отрегулирует, его можно не использовать каждый раз, а переходить на какую-то другую линейку. И раз в какое-то время для профилактики. Именно так я и делаю. И два вот таких шампуня с фиолетовой этикеткой. Насколько я помню, они были для уплотнения волос. Ну, то есть, как бы генетику ты не изменишь. Но если у вас так же, как у меня, тонкие волосы, они пушатся, они иногда непослушные, торсят в разные стороны. Особенно, если вы живете в влажном климате, то это актуально. И я вот использовала как маленькую упаковку, так и большую. Мне нравились волосы после них. Они шелковистые, они послушные, они блестящие, они не путаются и выглядят просто здоровыми. Несмотря на то, что я их слегка осветлила, ну, парочку прядей, но все равно я не заметила, чтобы качество волос как-то ухудшилось. И чтобы они начали выглядеть как пакля. Это не произошло. Обожаемый кондиционер, тоже пользуюсь сейчас точно таким же. Это Деркос, только витаминная линейка. Суперсредство. И я забыла вам сказать, его так же можно использовать как маску. Ну, я так делаю. То есть, я наношу его на чуточку дольше, держу, так как он разглаживает волосы, это нечто. И он практически бесконечный. Ну, как, у меня закончилась одна упаковка, я заказала вторую. И еще одна маска и кондиционер от бренда Earth Science с оливкой и авокадо. Это у меня из iHerb я приобретала. Приятно пахнет, уже надолго хватает. Классная, недорогая штука. Закончила начатый крем под глаза от бренда Eisenberg. Это какая-то довольно дорогая их линейка. Честно, мне нравилось. То есть, хуже не стало, неплохо увлажнял. Но вот та, которая мне хорошо, даже больше всего подходит, это Pure White. Я даже маме своей приобретала, помните, на подарок летом, типа от дедушки. Но это то, что я с удовольствием и сама получила бы в подарок и готова раздарить всем. Уход под глаза от Eisenberg мне нравится. Ну, раз уж выбирать, как бы я говорю о самом-самом-самом. В целом, тоже крем был хороший. Я думаю, что он в моем случае работал на будущее. Потому что, как таковых, особых морщин под глазами у меня еще нет. То есть, это как уплотнение, превентивное действие. То есть, чтобы как-то поддержать кожу в хорошем состоянии. И вот тонус, упругость. Но вот осветляющий крем, он действительно освежал область под глазами. И это было явно заметно при длительном использовании. О, вот это супер крем. Особенно на холодное время года. Линейка Toleran, бренд La Roche-Posay. Крем для чувствительной кожи. Его здесь, правда, 40 мл. Но каждый раз до последней капли. Выдавливаю его, еще разрежу обязательно. Особенно сейчас, когда у меня очень сухая кожа. После моего лечения это полный, настоящий сухарь. Значит, крем хорошо увлажняет кожу. Здесь также есть пробиотики. То есть, это работа над защитным барьером. Это то, на что я сейчас буду делать супер большой упор. И крем прекрасен как на день, так и на ночь. За ночь он хорошо восстанавливает кожу, успокаивает ее и утром, под макияж. Также, если вы используете какие-то другие сыворотки, он хорошо с ними дружит. Вот такой, знаете, крем на все случаи жизни. Увлажняющая маска Айзенберг. Ее можно наносить как на все лицо, на шею, на декольте, но еще и под глаза. У него гелевая текстура. И мне даже нравилось использовать ее с микротоками. То есть, как такой гель-проводник, плюс еще и увлажнение. Почему бы и да. Масочки у них суперские. Это факт. И говоря о масках, вот мой золотой дуэт, золотой стандарт. Это вот эта увлажняющая маска. Еще у них есть восстанавливающая, которая с гранулками. Она и лифтинг дает, и освежает кожу. Вот это летом. Очень хорошо заходило. Потому что она еще освежала и делала кожу такой бодрой, увлажненной. Но не было ощущения чего-то такого слишком. То есть, если у вас жирная кожа комбинированная, то вам очень понравится ее текстура и действие. Так как я давно не снимала видео о своем актуальном уходе, я уже успела израсходовать целых две очень крутых сыворотки от бренда SkinCeuticals. И я сейчас дождусь черной пятницы. Закажу себе еще третью. Я не рассчитывала на супер какое-то действие, потому что когда ты читаешь восстановление, антиоксидантные свойства, начиная с сыворотки, ты думаешь, ну окей, как бы это не всегда ощутимо, это не всегда наглядно, но оказывается, что не в каждом случае. После того, как у меня было очень много высыпаний, были раздражения, ну, наверное, с весны это все продолжается. И сейчас вот после дерматита я поняла, что есть те средства, которые работают не на 100, а на 110%, и ты можешь это заметить в зеркале, ты можешь это потрогать, ты можешь это почувствовать, ты можешь это, не знаю, там увидеть и так далее. Что можно ожидать от этой сыворотки, помимо превентивного действия, опять-таки, предотвращение, появление морщин, то есть это будет ухоженная, упругая, напитанная кожа, но это еще и действительно восстановление. Если вы ощущаете сухость, если вам нужно как-то успокоить кожу, опять же, у вас какие-то там раздражения, если вы живете в такой среде, где сухой воздух или сильный холод, все вот эти вот экспозом-факторы, да, которые влияют, и загрязнение, если вы ведете не самый здоровый образ жизни, если очень много стресса, у меня реально на всем теле более сухая кожа, если я стрессую. Мне кажется, что какие-то стрессовые ситуации способны довести до чего угодно и до реакции кожи в том числе. Эта сыворотка имеет такую чуть густоватую консистенцию геля, и я использую ее довольно много, потому что я наношу ее не только на лицо, но еще и на шею и на область декольте. У меня, в принципе, первые такие заметные возрастные изменения видны на области декольте, потому что у меня очень тонкая кожа здесь, она чувствительная, и даже если я сплю на одном боку, что так и происходит, заломы начали появляться несколько лет тому назад. И поэтому биоревитализацию я тоже делаю на лицо, на шею и на декольте. И да, биоревитализация тоже неплохо помогает работать с вот этими зонами, но домашний уход никто не отменял. И я все-таки больше про домашний уход, про какие-то домашние там процедуры, скажем так. И эта сыворотка у меня идет и на эту область, потому что у меня и дерматит, и аллергия проявляется в том числе и на области декольте. После этой сыворотки кожа настолько увлажненная, настолько напитанная, она буквально светится. И даже если я использовала какой-то крем для проблемной кожи, скажем, да, я всегда сначала наносила эту сыворотку и дальше крем, который мне не совсем подходит по типу кожи, но тоже борется с моими проблемами. То есть против высыпаний, но чтобы не убить все остальное. Она чудесно убирает сухость и помогает коже быстрее регенерироваться. То есть если есть какие-то даже повреждения в виде сильной сухости, каких-то там ранок, да, если я что-то неудачно выдавила или что-то, шелушения какие-то на лице. С вот этой сывороткой регенерация стопроцентно происходит гораздо быстрее. Поэтому побегу и за третий. Буду радовать себя качественным супер уходом. И последнее на сегодня это аромат Киллиан. О, Господи, я не могла им надышаться, навдохновляться. Он очень необычный. Он такой унисекс, но сладковато, свежий, игривый. Он секси. Он просто, вот знаете, как какой-то бурный роман. Он пахнет так, как в бутиковых отелях, где кожаные диваны, где чистые постели, где все вот такое лакшери. И он неспроста вот в таком флакончике черном, элегантном, но современном. Вот это аромат, который цепляет. В нем есть такие интересные нотки. Это точно не такой аромат супер сладкий, какой-то тягучий. Вот он легкий. Женщина, которая не просто ласковая, а там кошечка. Она вот такая, знаете, может поцарапать и такая очень разногранная. Назовем это так. Это аромат страсти, влюбленности, легкости, воодушевленности. Вот такой, знаете, жизни, когда тебе все в кайф. У меня он ассоциируется именно с этим. Класс. Но не класс, то, что его больше нет. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с вами увидимся совсем скоро в очень классном ролике, который я уже готовлю для вас. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok